Микрорайон и бывший поселок Чкаловский. Чкаловский аэродром, Чкаловский НИИ ВВС, авиационная дивизия особого назначения. Все они прославили и прославляют этот уголок Щелковской земли, который многие называют воротами в авиацию. Поэтому местные жители всегда выходят праздновать в одном ряду с военными День Победы. Товарищ генерал-майор, личный состав воинских частей Щелковского местного гарнизона вознаменование 78-й годовщины Победы Великой Отечественной войне построен. Под государственный флаг Российской Федерации и боевые знамена 8-й авиационной ордена Жукова дивизии особого назначения в струнку вытягиваются не только военные, но и маленькие наследники победы. И убеленные сегинами ветеранов. Всенародным праздником назвал День Победы в своем приказе номер 255 от 7 мая 23-го года министр обороны Сергей Шойгу. Память о Великой Победе 45-го года навеки останется в истории человечества. Она досталась ценой невероятных усилий, мужества и беспримерной доблести советского народа и воинов Красной Армии. В этот день мы преклоняем головы перед подвигом наших отцов и дедов, разгромивших фашизм и сохранивших для нас мир и свободу. Сегодня войска ВКС свято выполняют свой конституционный долг, укрепляют оборону и безопасность государства. С достоинством и честью выполняют боевые задачи в Сирии и на Украине. Более 50 чкаловских авиаторов добровольно приняли участие в специальной военной операции, двое из них погибли. Мы сражаемся в специальной военной операции, чтобы слово «фашизм» никогда дальше не распространялся. Это безумие, которое охватило людей на фоне того, что им стало все возможным. Я желаю вам успехов, здоровья всем, здоровья и счастья, мирного дима. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны. Несколько офицеров и прапорщиков дивизии получили государственные награды. Огромной ценой досталось нашему народу счастье, жить под мирным небом. Много судеб сломала эта страшная война. Редкой семьи не коснулась горе потери. Поэтому так дорог день победы для каждого из нас. Сегодняшние войны, наследники, дедов и прадедов достойно несут свою службу, охраняя покой и мирный труд нашей страны. Победа будет за нами. Никогда Россия не была побеждена. Никогда не будет, чтобы наш народ сдал Россию какому-то супостату. По традиции, к мемориальному комплексу, отдавшим жизнь за нашу советскую родину, возложили цветы и венки. Здесь в любое время года горит вечный огонь. А эта часть любого праздничного мероприятия всегда вызывает у каждого особую гордость за нашу российскую армию. Торжественным маршем, породно, на одного линейного дистанции, равнение направо, прошли военнослужащие Щелковского гарнизона. День Победы – самый великий праздник для нашей страны, для нашего народа. И сегодня каждый из нас понимает, чем дальше от нас уходят события той священной войны, тем больше значения этого великого праздника. Когда закончилась официальная часть, стало понятно, сколько людей собрало праздничное мероприятие. И здесь, похоже, были не только жители микрорайона Чкаловский. И несмотря на то, что вглубь истории уходит победный май 45-го, мы сегодня с особым трепетом благодарим наших отцов, дедов и прадедов за их подвиг, за то, что они не склонили голову перед фашизмом, за то, что они дали нам возможность жить и растить наших детей. Это мой дедушка, герой Советского Союза, один из создателей, инженер самолета «Лавочкина» Ла-5. На этом самолете он брал Берлин. У меня все родственники воевали, кто-то погиб на войне. Сейчас на Донбассе, опять же, почти та же война с тем же врагом. Воюет мой муж, ну я отвоевалась, воюет мой сын. Это праздник со слезами на глазах. Нет ни одной такой страны мира, которая перенесла такие бы испытания, как перенес советский народ. Но советский народ выстоял благодаря руководству советскому, благодаря Красной Армии, которая всех сильней, как поет в той песне. Мы победили и надо нам об этом, конечно, сейчас продвигать молодежи, помнить об этом. С великой победой, с светлым праздником. Мы поколение и в будущем будем всегда ценить, уважать, дорожить, сохранять святую Россию. Мы выиграли Великую Отечественную войну. Наши деды и подвиги наших дедов повторяли уже в Афганистане и Чечне. Специальные военные операции. Молодые ребята совершенно других поколений. Фашизм не пройдет. Победа будет только за нами.